Уважаемый водитель, мы молодое поколение хотим дорожному движению присвоить статус безопасности. Воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности, формирование культуры, здорового и безопасного образа жизни – все это к цели проведения конкурса «Безопасное колесо». На муниципальном этапе несколько туров. Один проходит на сцене. Кроме актерских навыков, здесь важна теоретическая подготовка. Команда школы номер 7 предложила изучать правила по сказкам. Правила дорожного движения идут из старины, из глубокой. Первые средства передвижения – это как бы печка и была по мотивам русских народных сказок. И детям это близко, понятно и интересно смотреть. Знание основ оказания первой помощи проверяется на другом этапе. 15 вопросов. Среди них есть такие, на которые и взрослые ответят не сразу. Например, не каждый человек знает, как накладывается повязка на лоб при повреждении лба, а дети это знают, если они готовились. Карточки, как на экзамене в ГИБДД и столь же сильное волнение. В такой обстановке проходит третий этап конкурса. Каждый слайд держится 25 секунд. За 25 секунд вам нужно успеть ответить. Один из самых сложных, практический этап соревнований – вождение велосипеда. Несмотря на то, что и транспорт, и трасса знакомы, пройти ее успешно получается далеко не всегда. Ребята с большим интересом, видно, принимают участие в мероприятии, готовятся тщательно очень. Ну и я думаю, вообще, сама идея того, что можно быть в лучшем, в знании правил, в лучшем вождении велосипеда, это заинтересует каждого ребенка. Для меня, в принципе, было сложно только велосипед, потому что я боялась сбить фишки. И медицина, некоторые вопросы. Для меня самое сложное – это было ПДД, там некоторые вопросы, и велосипед, потому что там фишки так стояли, а нас предупредили поздно. Для меня самым трудным была эта медицина и велосипед. Медицина, я не успела некоторые вопросы ответить, а велосипед, ну, я сам катаюсь не очень. Самое сложное – это велосипед и распознание знаков, потому что я знаки не очень хорошо знаю, а велосипед я сбила только там, ну, фишки такие сбиваю. Кроме командного первенства в конкурсе «Безопасное колесо» выявлены знатоки правил в личном зачете. Команда «Победительница» – это школа номер два, получила право участвовать в региональном этапе мероприятия. Он состоится в Архангельске.